Уже месяц на ледовой арене Армады на коньках катаются Одинцовские активные долголеты. Занятия проводятся раз в неделю по понедельникам. Обычно на лед выходит по 10-12 человек, хотя пару сеансов назад был рекорд – 23 фигуриста. Кто-то попробовал, давно не стоял, как-то не очень себя почувствовал, решили отказаться. Кто-то понравилось и дальше продолжает, и все замечательно, вспомнили, как нужно кататься. Участники перед выходом на лед расписываются в специально разработанной инструкции по правилам поведения на катке. Возможность посещения занятий определяется каждым фигуристом, исходя из состояния здоровья и личных навыков катания на коньках. Хотя подготовка у большинства долголетов хорошая. Вы знаете, я хочу сказать, вообще шикарно. Очень даже молодцы. Они уверенно встали на коньки. Если первый раз они по бортику, то сейчас, вы видите, они уже хорошо катаются. Отлично. Через две недели Владимиру будет 67. Он единственный мужчина на катке. 36 лет он служил в армии в космических и ракетных войсках стратегического назначения. Полгода назад ушел на заслуженный отдых. Уже третий месяц занимается в активном долголетии, скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой Цигун, собирает коллажи и создает клипы в фотостудии. Сюда пришел в третий раз. Говорит, в детстве катался хорошо, даже играл в хоккей. А потом был долгий перерыв. Сказали одевать защиту, хотя я не собираюсь падать. Но, как говорится, в нашем возрасте безопасность прежде всего. Она и в молодости безопасность. Но здесь тем более. Можно повредить и вес, и кости другие. Так что, всех, кто хочет быть здоровым, пусть приходят на коньки и занимаются тоже. Уверенно стоит на коньках и Алевтина Васильевна. Она любит спорт во всех его проявлениях. Тоже занимается Цигун и ходит по-скандинавски с долголетами. А с внуками часто ездят на катки. Была и на ВДНХ, и в раздорах. С удовольствием катается сама. О своем досуге рассказывает в стихах. Я вам могу сказать, активно мы досуг проводим. На каток кататься ходим. Всем годочкам вопреки надеваю я коньки. И не знаю, верь, не верь, какой возраст мой теперь. Ноги помнят все движения. Делать я могу вращение. Все внуки смотрят на меня. Значит, я живу не зря. Кстати, коньки можно принести свои или взять на прокат в Ледовом дворце. Так как занятия пришлись долголетом по душе и оказались востребованы, они будут продолжены. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.